Здравствуйте, мы начинаем пятый форум «Управдон». И как показала практика предыдущих форумов, это достаточно активная форма, жители могут задать вопросы напрямую должностным лицам и соответственно уже ответственные люди могут выполнить какие-то действия, принять решения. То есть открытая форма, достаточно форма, и я очень рада, что сегодня в зале достаточно много людей, и это как раз-таки показатель того, что форумы необходимо проводить. Сегодня провестка дня достаточно насыщенная, мы постарались включить наиболее актуальные темы, которые волнуют жителей, это и подготовка к семье, Анна Андреевна, пожалуйста, вы видите на экранную повестку, это и подготовка к семье, и капитальный ремонт, и контроль над качеством работ управляющей компании, обустройстве дворов, и другие проблемы, которые волнуют жителей. Ну и начать, я предлагаю на нем меня поддерживать с самого актуального вопроса, который волнует, наверное, большую часть жителей, это подготовка к зиме. Сегодня в работе форума участвуют представители администрации, заместитель главы администрации Воробьев Питер Николаевич, представители управляющих компаний, руководитель компании РКД «Восток» Андрей Викторович Крашенков и Ольга Валерьевна Круглова, представляет у нас госживную инспекцию, и Алексей Николаевич, который возглавляет союз председателей Совета Дома. Соответственно, с Ольгой Валерьевной была проведена проверка того, как у нас жил фонд, подготовленный к зиме. Алексей Николаевич подготовил презентацию, сейчас мы можем узнать, какие есть проблемы по городу. Пожалуйста. Спасибо, всем здравствуйте, спасибо, что нашли время. Значит, у меня презентация, она в части контроля собственников со стороны собственников за мероприятие подготовки к зиме, но я хотел бы несколько слов сказать вообще о подготовке жилищного фонда, как части подготовки всех объектов жилищно-коммунального хозяйства и именно в этой части. Дело в том, что в мае месяце, когда заканчивается, казалось бы, отопительный сезон, сразу же принимается на всех уровнях и на уровне Московской области правительством принимается распоряжение о начале подготовки уже к следующему сезону. И фактически управляющие компании находятся, ну и, собственно, все службы коммунальные находятся в такой, значит, в постоянном томусе. Или они работают в зимних условиях, или они готовятся к работе в зимних условиях. И вот целью как раз у нас подготовки на квартирах домов к работе в осенне-зимний период является как раз обеспечение сроков и качество выполнения работ по обслуживанию и содержанию ремонта жилищного фонда, обеспечивающие нормативные требования проживания жителей режима функционирования инженерного оборудования именно вот в зимний период. Поэтому все работы проводятся именно в летнее время, когда возможность внешней работы и по кропле вести, и по фасаду, и по отмостке, они наиболее благоприятны. Но хотел я обратить внимание, что контроль со стороны жителей у нас пока то, что недостаточно, да, вот недостаточно организован. И основная здесь причина в том, что каждый дом еще не выбрал свой орган управления, именно совет домов. Поэтому всегда находятся какие-то активисты, которым не безразлично, и они в тесном контакте с представителями управляющей компанией всегда тоже показывают на недостатки, на те моменты, которые надо в первую очередь решить. Но я как раз хотел, пользуясь случаем, призвать всех активистов именно самоорганизовываться и создавать советы данных. Тогда это будет более планомерная работа, и нам будет удобнее так контактировать. Мы раздадим методические материалы по вопросам, на что надо обращать внимание в первую очередь, как осуществлять контроль, как взаимодействовать с администрацией, как взаимодействовать с надзорными органами и с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, с соответствующими службами. Но здесь я как раз хотел обратить еще внимание на что администрация со своей стороны еженедельно, в таком тоже постоянном режиме, в активном и с еженедельными общими собраниями организует работу штаба по подготовке к зиме. Представители общественной палаты и представители собственников, я и заместитель у нас всегда присутствуют. Ну, по крайней мере, когда может, присутствует администрация всегда идет навстречу, и участие наше тоже приветствует. Значит, на штабе обсуждаются вопросы не только подготовки именно жилищного фонда, то, что как раз я как представитель собственников, да, сейчас выступаю, но еще и сами объекты, то есть все котельные, все коммуникации, все трубы, все, что связано именно с работой в зимний период, чтобы у нас проблем не было. Потому что земля холодная, значит, зимой сложно аварийной ситуации решать. Сами знаете, значит, температурный режим очень влияет. Вот, и опять же, чтобы утечки не было ни из труб, ни из, ну, как сказать, ну, из цельных учений, да. Я хочу, да, вот здесь вот на презентации обратить внимание, что правительство также уделяет большое внимание именно участию представителей собственников в контрольных мероприятиях. В данном случае у нас проходила 15 сентября совместная проверка с представителями госжилинспекции Московской области. Вот как раз Ольга Валерьевна еще несколько слов скажет. Значит, у нас в городе три управляющие компании активно работают «Восток», «Вектор» и «Верес». По каждой из компаний, по жилищному фонду было выборочно определены несколько домов, от 5 до 10 единиц. И по ним как раз представители госжилинспекции, вот, я фотографировал, у меня на фотографиях нету, а вот здесь вы видите и директор управляющей компании, и представитель госжилинспекции, очень щепетильно и скрупулезно. Да, я хотел как раз акцентировать, да, что очень скрупулезно, было бы в этот раз, и мне понравилось, что мы заходили, ну, только что на крыше не поднимались, ну, правда, выборочно поднимались. А вот именно в подвалы спускались, значит, контроль потом периметра, чтобы закрыты были все подъезды, закрывались плотно, чтобы стекла во всех подъездах были целые. И вот вы видите, что вот на некоторых домах, вот там Морозово-13, по-моему, там, значит, если трещина была, то это сразу же выписывалось предписание, и должны быть устранены уже в течение, там, ближайшего времени. Если они не устраняются, выписывается штраф управляющей компанией. Вот здесь на Морозово мы спускались тоже в подвал, значит, смотрели изоляцию труб, вот, и на новые жизни тоже. Вот, поэтому все больше и больше сам процесс подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду становится прозрачным. И вот с помощью вот таких вот форумов и личных контактов мы всегда разъясняем всем активистам, как это должно происходить, какими документами должно выстраиваться взаимоотношение, значит, что такое акт подготовки, значит, дома. к зиме, паспорт подготовки дома к зиме, а здесь я просто фотографировал те предписания, которые вот Ольга Валерьевна выписала, потому что там тоже присутствуют, по каким домам были выявлены нарушения, вот, вот эти предписания были выданы, значит, если они не устранятся в нужные сроки, будет выписан штраф. Ну, вот так мы осуществляем контроль с подготовкой к зиме. По срокам хотел добавить, что 15 сентября это ключевой срок, который все должны вот помнить себе, что в этот день город должен быть уже подготовлен в части жилищного фонда, как минимум, подготовлен к зиме. У нас это сделано. Ольга Валерьевна, вы тоже принимали участие, может быть, расскажете свои впечатления и замечания, которые были сделаны в ходе проверки. Всем добрый вечер. в том числе. В этом году в сроке, в том числе, в том числе, в домах 50% это показатель. А чем это говорит? Что жилищный фонд на сегодняшний день подготовлен очень слабо. По 35 домах выданы предписания. Управляющим организациям выданы предписания. Проверили все управляющие организации, в том числе СССР ЧКЛ-16. С роги предписаний от 2 октября до 9-го предписания еще будут проверять. Нарушение основное – это незащищенность теплозастребных свойств теплового контрдома. Что туда входит? Оконные дверные заполнения, теплоизоляция трубопроводов. Заполнения должны быть все утеплены, двери должны быть все закрыты, никаких щелей, подвалы все должны закрываться. И трубопроводы горячего водоснабжения и отопления, естественно, должны быть оборудованы теплоизоляцией. Еще есть у нас в наших полномочиях осуществление контроля за сроком предоставления беспорта готовности. И вот в этом году, к сожалению, для нас органы местного самоправления городского округа Красноармистов не представили органы беспорта готовности. По данному факту, Божьим инспекциям тоже возбуждено административное дело, так и мы не пропадем в суд. Ну, а в целом, будем надеяться, что в этом году отопительный период Вашего жилищного фонда пройдет без эксцессов. Спасибо. Есть ли у управляющих компаний какие-то проблемы в выполнении предписаний, которые уходят в горжевую инспекцию? Здравствуйте всем. Спасибо. 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 И у меня все-таки остался вопрос, почему произошел срыв сроков предоставления паспортов и дело передано в суд, да? Ольга Валерьевна? Да, в суд передано. Спасибо. 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 А скажите, он будет в этом году отапливаться уже от нашей котельной? Игорь Валерьевна? Игорь Валерьевна? Спасибо. Спасибо. чтобы эта служба выдала заключение о соответствии построенного объекта. И, соответственно, параллельно с их действием осуществляется теплоцентралью осуществленного техподключения данного объекта для подачи тепла. И где-то с ноября, может быть, с конца даже октября, мы можем по завершении работы комиссии и вводить разрешение на ввод, в эксплуатацию данного объекта, начнем поэтапно, поочередно процедуру выдачи ключей. На теплоснабжение той части города данный объект не повлияет. Спасибо. Еще есть вопросы? Ну, если по подготовке к зиме вопросов нет, да? Конечно, конечно. В целом в том, что мы сейчас говорили, что обследование подвала, а вот комсомольская шесть, вот подвал спускают ли-то? У нас до сих пор двери открыты, потому что подвал сырой. Двери не закрыты, и они не закрываются. Хотела бы, чтобы вы тоже спустились туда и посмотрели в каком состоянии. Ваши вопросы включим. Дальше дайте рекомендации, говорите, что по с вами уже обедите комсомольскую шесть. Спасибо за вопрос. Я вас помню. Значит, по данному адресу, данный момент, осуществляется статальный ремонт квартирного жилого дома, где в том числе осуществляется ремонт и внутренней инженерии. И, соответственно, подрядная организация в лице старта осуществляет там работы. И то, что там вы видите, частичные подтоплины, это один из факторов выполнения работы, связанных с частичной заменой трубопровода. Но не типа центрального отопления, а водосложения. Это водосложение. Это водосложение. Он там мокрый, все время. Он не входит какой-то просто. Нет, 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 он не все время. Он не все время. Это чистое, потому что там колодец сверху проводится, который постоянно засоряется. И вся вот эта вот грязь, вся эта водитка, канализация прорывается. Мы все время зарешивали. Позвольте тогда заметить следующее, что по данному дому, в Комсомольске шесть, при практике капитального ремонта был предусмотрен только фасад. Вот совместно с администрацией и жителями, с вами в том числе, да, которые разговаривали, что произвели частичный ремонт отмостки вокруг дома, там трехсторонная вода, чтобы вода уже не попадала в дом. Значит, действительно, по поводу коммуникации, система центрального канализования проходит мимо вашего дома. Ваш дом также к этой системе подключен. И при засоре системы канализации центральной, уличной, происходит подтопление подвального помещения. В данном доме есть такое, да, здесь приходить не буду, и говорю, как есть. Значит, в данном доме также мы практически ежедневно в контроле отсматриваем поступление воды и отсматриваем мы коммуникации именно системы канализации. В случае аварийной ситуации мы сообщаем через службу диспетчерскую мобильск, которая обслуживает данную систему, и устанавливаем прососы по осушению подвального помещения. Спасибо. Нет вопросов о подготовке к земле. Тогда переходим к обсуждению следующей темы. Это капитальный ремонт. В прошлом году тема была достаточно ломка стояла. Я помню, что в том числе и благодаря общественной палате нам удалось добиться того, чтобы сменился подрядчик. Ну, вот какова ситуация на сегодняшний день? Наверное, Виктор Николаевич, да, был в курсе. Скажите. Ну, хочется начать свое выступление с благодарности как Центральному аппарату, Годжиму инспекции, так и ТЕР Управления за действительно выявление серьезных замечаний. Это вдовесок к завершенной теме. Администрация сейчас активно работает по установлению данных замечаний, но на этот процесс требуется некий период времени. Я надеюсь, что в дальнейшем Красноярмейск выйдет из Красного Зона и в том числе по вопросу заполнения транспортов, готовности, даром и без меня. Что касается Центрального ремонта. Действительно, та проблема, с которой мы столкнулись, это и хвосты прошлых лет, 14, 15, 16 годов, это и недобросовестные подрядные организации, и плохое качество выполненных работ. Действительно, пришлось потратить очень много сил и времени, но все-таки добиться определенных результатов. В частности, Краснофлотская, 7 и Пионерская, 5. Кровли будут выполнены в этом году, работы на них уже ведутся. Это довольно серьезные проблемные объекты, либо с регулярными протечками. Значит, область нас поддержала и финансирование было выделено. по программе, краткосрочной программе капремонта, проводимого фонда Московской области, вошло всего 6 адресов с разными видами работ и 3 адреса по замене 6 лифтов. Значит, лифты будут с Щепинского завода, но это уже согласовывали с подрядчиком и с заводом-изготовителем. Где-то с наявляем месяца нам обещал подрядчик начнет доставку и монтаж лифтовому оборудовому. Что касается проводимого капремонта, то с первых дней я, внутренне как куратор и администрация в целом пошли по пути формирования, ну скажем так, штаба за осуществлением как сроков, так и выполнения качества работы. Куда вошли и уважаемый Алексей Николаевич, и средством массовой информации регулярно приглашаются, и ГБУ, который учителяет стройконтроль за выполняемыми работами, ну и жители непосредственно. Вот, хочется отметить, что действительно были некие отставания от графика, представленного подрядчиком адрес фонда. Да, значит, сейчас это все намерстывается, качество работ находится под регулярным контролем как и администрации, так и сотрудников территориального управления ГБУ, 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 ГБУ. Мы ориентируем в ручных сроках окончания ваперов откровенных работ, особенно на новой жизни 12, поскольку тот металл, который был завезен, он нами был забракован, и подрядчик будет вынужден его поменять, соответственно, у нас длительные сроки сами по себе будут. Но, надеюсь, что под нашим руководством подрядчик осуществляет мониторинг погодных условий, дабы избежать как в соседних районах массово протечи жилых помещений. Мы на этом акцентировали и продолжаем акцентировать внимание. Поэтому, как вы видите, ведутся как фасадные работы. Это недельная давность, а еще вот фотофиксация, вернее. Значит, совместно и с замом руководителя государственного бюджетного учреждения мы следим как за качеством, так и за количеством подрядчиков, за формой одежды, дискутируем с населением о дисциплине подрядных организаций в качестве выполнения работ, то есть в вечернее и утреннее время и в целом общение с населением. Значит, здесь тоже вы видите фасадные работы выполняются. Кстати, вот на Горького на той неделе нам выявлено качественное выполнение работы. На данный момент мы только что заезжали на объект, у подрядчиков были обязаны переделывать те неровности, которые будут допущены в нанесении штукатурки, но и окраски. Значит, что касается хвостов предыдущих лет, это всем известный дом Комсомольская, 12, система отопления подрядчиков, предметных определенной новой системе отопления, при пробных токах, которые были в численном городе, эта система рекомендовала себя положительно, о чем мне правильная компания подтвердила. Есть, конечно, замечания со стороны населения в данной подрядной организации, мы оперативно на них отреагировали, и с сегодняшнего дня надеюсь, что компания «Горизонт» услышала как нас, так и вас. Значит, у Чкалова, 19, были важны некие проблемы по окраске фасора, да? Мы допустили самовольного окрашивания подрядчикам и упустили в выполнение этих работ, а пришли к выруду на риск, совместно с общественностью и с жителями данного дома. Все было составлено протоколом, было предложено несколько вариантов цветовой палитры и исполнение самого стиля окраски. На сегодняшний день вы можете посмотреть, что дом приведен согласно пожеланию населения, непосредственно в собственном пожелом помещении, в тот вид, который уменьшился. Здесь, как вы видите, регулярно по среду, начиная, и еженедельно по среду, начиная с 3-го часового дня, под нашим руководством комиссионным мы делаем обход по всем абсолютно. Домам, вошедшим как в капремонт, так и охватываем, согласно поступающих жалоб от населения, и другой жил фонд, где были замечания со стороны собственников. Буквально на эти недели я посетил пионерскую... Следующий слайд. Посетил пионерскую 12, где трое активных жительниц пришли на личный прием и высказали свои замечания. До управляющих компаний данная информация обладает длина, и на этой неделе все их пожелания будут выполнены. Силами и средствами управляющих компаний. Дали. Так, что дальше, с чем мы еще столкнулись? Это с ужасным состоянием внутриподъездного пространства. А в части, как вы видите, паутины, слаботочек. Это и телефонные кабеля, и кабеля интернет-провайдеров. Мы провели совещание с представителями интернет-провайдеров. К сожалению, не все нас услышали и изъявили желание присутствовать на следующей неделе. Мы его провели повторно, где было обращение от лица администрации, чтобы привести наше подъездное пространство в подобающее какой-то единый облик, а именно убрать все вот эти, прошу прощения за выражение сопли, в кабель канала, в некие короба. Опять же, это наша инициатива. Надеюсь, вы нас услышите и тоже поддержите. Наши интернет-провайдеры, городские, они положительно отреагировали на нашу просьбу, и мы достигли полного взаимопонимания. Начнем непосредственно в этом году работу с тех объектов, которые в вашей программе капремонта 2017 и 2018 года. Адресный перечень мы подготовим. Ну а дальше уже будем поэтапно подходить. Скажем, провадим по местам, согласно составленному будущему графику. На этом все, доклад закончится. Спасибо. Спасибо, Викторий Михайлович. Хотел бы узнать, вы сказали, что были объединены сроки завершения капремонта домов, там декор и ремонтируются. Назовите, пожалуйста, эти сроки. Когда? Потому что зима тоже низко. Совершенно право. И погодные условия ухудшаются, к сожалению. Значит, до середины октября мы обязаны два дома. Это Пионерская 5 и Краснофорская 7 выполнить в полном объеме. Это дома, которые по ЛИНИК ЧАЭС были профинансированы областью. И, соответственно, Новая Жизнь 12. На Пионерской 5 работы практически в полном объеме выполнены дома в 12% до 20%. Где-то с вторника будет активизирована работа на объекты Новая Жизнь 12. И, соответственно, также к 20-м числам октября предварительно работы тоже будут закончены. Спасибо. Управляющие компании, вы каким-то образом отслеживаете ход капитального ремонта и уже вы тоже участвуете в этих обходах, у вас есть замечания? Потому что в прошлом году достаточно много нареканий именно с вашей стороны было в адрес подрядных организаций. В этом году ситуация исправилась? И, в принципе, выходя еженедельно, мы также принимаем участие, соответственно, замечания. Так это говорится, два класса хорошо, чтобы лучше. Поэтому то, что мы видим, мы, нам подсказывает о том, что хозяйственное оборудование. То есть работаем мы совместно. Замечание, в принципе, есть и по новой жизни 12, которые были, или по Харстоковской семье, ну, вроде как подрядчик услышал нас. Ну, скажем так, пока что услышал, мы будем надеяться над действием. В зале есть вопросы? Пока принадлежим. Дай мне вас на первую. Я выступаю из предпринимателей ДОМНОГО ТЭС по степени Ленина. К сожалению, я не смогла достать вас в эту среду, когда вы выходили из нашей дыры, но очень было. Поэтому я хочу надеяться вот сейчас. Вот смотрите, у нас в зале предложено всех вариантов пробок по нашему дому в рамках капитального ремонта. По степени Ленина ТЭС. Мы отремонтеда личных проблем и изобретения системы, отказались в общем собрании. У нас выбран совет дома, по форме протокола, что у нас, как было в этом собрании, оставалось у нас еще 5 видов работы. На сегодняшний день мы увидим только один вид работы, выполняющийся в нашем доме, ремонт, который мы посадили. Он на самом деле пробегается, пробегается достаточно быстро. В принципе, мы, как бы там, нахуй, мы занимались выполнительный работ. Вопрос вот, в чем заключается. У нас предполагается замена ополнительного оконных блоков, на местах общего входа. Но поскольку балкон у нас общего воздействия места, замена оконных блоков. Значит, по поводу, все вот эти вот перечисленные мои виды работ, они нам были предложены в качестве для голосования на общем собрании собственников. Ремонт, замена возреков подъездов и ремонт от мостов. А, да, еще замена водно-развлекательного устройства. Это очень важная часть. На сегодняшний день, вот повторю, выполняется только ремонт фасады нашего дома. И по нашим данным, полученным в достоверных источниках, замена угодно-респределенных устройств производиться не будет, замена оконных токов производиться не будет, ремонт козырьков производиться не будет, по поводу от мостов, вот я-то не знаю, какие там будут, не будет. Вот я хотела получить и довести до сведения всех живцов нашего дома. Вот это вот и понятно. Что дальше с нашим домом? И что, капитальный ремонт у нас только ремонт фасады, или как бы это? Что-то еще помогает нам сделать? Значит, смотрите, что процесс бруда по замене бруда. Инициатива была со стороны администрации не делать, но так как это было до этого, по старинке, а мы подошли основательно и затребовали от подрядной организации наличие проекта на данные виды работы, согласованного, причем соответствующие с экспертной организацией. Столкнулись с неким отсутствием взаимопонимания со стороны МОСОПОНЕРГО, но вы сами понимаете, что это полист, и порой бывает тяжело в таких деле стучаться. Однако же на следующий день нет любого совещания, но эту проблематику взяли на контроль в стенах администрации. По результатам данного совещания мы будем готовы донести полученную информацию, то есть решения, которые будут на него озвучены и приняты, до вас. что касается сами работы, поскольку мы сейчас выходим в зиму, согласно графику согласованного с фондом, они допустимы до 1 июля 2018 года, соответственно, я их обращу в самом этом году, если у нас завтра с вами зима начнется, то не считайте святообразным, а переносим материал работ на 2018 год. Что касается замены окон, я помню, ваш дом довольно серьезное такое пространство у вас общеподъездное, да, и довольно серьезные окна. Я надеюсь, что мы убедим все-таки подрядчика в этом году произвести замену ваших окон в подъездах. Вот отмостка это там, где, я так понимаю, было подтопление с одной стороны. Мы рассматривались сначала как на благотворительной основе произвести некую дренажную систему, но поскольку воду из нее нужно куда-то отводить, а мы этого не видим, не существует герасбой, общий герасбой в ной канонизации, а герасбой нам никто не позволит по законодательству. Соответственно, от этого варианта мы отказались, и сейчас рассматриваем, прорабатываем, точнее, вопрос с подрядчиком, чтобы он за свой счет пошел нам на встречу, по вашему же опять настоянию, и сделал увеличение отмостки с хорошей разуклонкой, чтобы хотя бы отвести от дома, минимизировать то 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 время, которое происходит у вас во время осенней-зимной периодов, ну и во время дождей. У меня еще вот такое просьба, наверное, мы говорим на этом фоне о том, что службы администрации взаимодействуют как-то взаимодействуют с жителями. Вот мне бы хотелось, чтобы вот эту информацию, вот которую вы сейчас выделили в понятном общем, как бы, для восприятия в таком же понятном виде доводили до жителей города. Когда вы приходите в Ножмол, приглашайте, пожалуйста, совет дома вот к этому времени, чтобы можно было вот не римно наобитаться, чтобы мы получили вот на самом деле современные какие-то сведения из ваших первых курсов, понимаете? Потому что я сроком у нас с тем, что ну как бы я такси работаю средств массовой информации, я могу еще что-то им как бы объяснять. Будете вообще как-то же не в курсе, а почему вот мы проголосовали, мы уже эти копии сихони подрезом собирали, понимаете? И тут, когда нам пришли делать фасаду разоткаривающую, а после мы еще не пришли впали, а тут зима наносует, или у нас контур оказывается не закрыт будет, да, в какое-то время, если вы успеете сможете договориться с подрядчиком о нем этих оконных системах подрезом. Как это вообще будет? У нас же там оба горы и даже декоратив. Поэтому вот надо было просто нам самодействие с вами надо наладить. Более что в этом будет сделать. Хорошо, спасибо за замечание. Мы тоже приедем. Мы приедем и приедем и всем вместе. Мы делаем форум, который мы проводим, это в том числе для того, чтобы могли задавать вопросы. Я подразумеваю. Можете через ассоциацию узнавать, тоже когда будет? Вы знаете, дело в том, что тяжело спрогнозировать время прибытия на тот или иной адрес, поскольку мы начинаем 15.00 от администрации и у нас объезд, как правило, это новая жизнь 11.12 и дальше сверху 2 и потом уже приходим на вашу часть. Но пока ждут, мы все-таки будем ждать в этом году. Я справлю? Я думаю, что он нам будет договориться с подрядчиком, что мы пошли на с подрядчиком. Спасибо. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста, господин. Меня извините, я не подсоеду. Значит, я приходил к нам отделки изоганши, проверяли, посмотрели, с нашими проблемами они пригласились, но все на 18-й год. до капитального ремонта нашего церкви, конечно, как-то китайской границы. Но я что хочу сказать, хотя бы нам дома сделали ямочный ремонт. Нам сейчас цоколь покрасили. представьтесь, как вас зовут? Зоя Константиновна, вы сейчас немножечко опережаете события, потому что тему устройства мы хотели рассмотреть после того, как завершим вопрос по капитальному ремонту. Нет, это отдельно вынесенная тема по устройству дворов. Я хочу спросить, у кого-то еще есть вопросы по капитальному ремонту? Может, мы тему капитального ремонта завершим, а потом ваш вопрос по испытателям 29 мы обсудим. Хорошо? Спасибо. Да, пожалуйста. И представьтесь, пожалуйста. я уже здесь была и уже говорила, что у нас такой дом, мы все дружные и сами все делали. Мы в свое время сделали полностью капитальный ремонт всего подъезда, заменили окна в подъезде, двери и так далее. Сделали все старое. Потом у нас был капитальный ремонт, который нам использовали все, использовали весь подъезд. крыша. У нас пришла Илья Михайловна, когда встала у нас в правильной компании. У нас крыша не идти к вам, мы все сделали. Теперь у нас капитальный ремонт прошел, и крышу нас течет. И что нам все сделать? Выходит, ходит, вижу, вижу, и в прокурат его написали. и ничего не 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 ничего. Вы сказали, что Илья Михайловна пришла, сделала крышу, а потом после этого у нас проход капитальный ремонт. Там крышу сделали по-моему. пройдет на линейке тоже делал это не просто. Просто Могридыч на первой после швад и не вести. Слухомочная кампания, злухомочная кампания. Если я не ошибаюсь, по-моему, чекала 13, испытатели 23, групп 1, и и и Давайте так, с Вашего позволения, я соберу более подробную информацию. И вот это вот то, что нам не меняли, это все, это вообще, нам так хотели, это же лучше нам сделать, потому что мы делали сами за свой счет, мы полностью сделали все, мы меняем точекровода, мы все делали сами за свой счет. Нам теперь сделали непонятно что. Спасибо Вам, Вас, приобретенную оценку и такой большой информации. Горизон, обещаю, они приходили, летом мы, что вы будете, то и делаем пока не просто. Хорошо, я Вас услышал, Ваш адрес я записал, и мы с Ивана Михайловна, поскольку мы практически ежедневно в формате работаем, и с Андреем Викторовичем тоже обсудим Вашу тему. И она, как начальник управляющей компании, ведет эту информацию, и те мира, которые мы все-таки предпринимаем в данном направлении. Хорошо. Да, Владимир Викторович, тоже хочет сказать несколько слов касаемо капитального оборудования. У меня больше вопрос к Викторовичу, подрядным организациям и тем организациям, которые управляют данным домом. Скажите мне, пожалуйста, а участвуют в капитальном ремонте управляющие компании, которые обслуживают данным домом? А почему Вы не выходите на конкурсы, или в чем проблема? Я с чем вот объясню? Одно дело, когда приходят, да, и уходят управляющие компании. И другое дело, когда будут делать управляющие компании, которые обслуживают данным домом. Мне кажется, здесь будет немножко и отношение другое, и спрос другое. Конечно, конечно. Конечно, интересно, что вопрос задает расхожая института. Я хочу ответить. Дело в том, что коммунская процедура, которая проводит фонд капитального ремонта, выхватывает направление. Все в семье Посадской. Это миллионы рублей. А вот ориентирующие, я просто смотря на прошлый год замену вот этого оборудования, конкретно направление Сиады и Посадской, 232 миллиона. Соответственно, управляющая компания, может, и по-своему, если позволить себе выйти на какие-то тендеры, не сможет. Понимаете того, что предоплаты данных в работ нет. Соответственно, должны выйти компания, которая обладает очень большими активами. В принципе, наверное, мы бы родились за то, чтобы, скажем так, работали на нашем жилом фонде, в крыточном давали бы шанс участвовать в этих мероприятиях конкурсных. А уж вы были ли не выгодны, это был бы второй вопрос. Но дело в том, что по направлениям конкретно красноармейским фонд «Коктеймера» ремонта не работает. Он охватывает более большие мштабы. И на сегодняшний момент, насколько мне известно, я, конечно, вроде как бы потраплюсь, но в ЖКХ призвело четыре или шесть подрядчиков, ну, как, генеральных подрядчиков, которые потом на суд подряд берут, ну, понятно, федеральных лиц. То есть, туда чехолки. Ну, это вопрос, наверное, не когда мы провлечиваемся. В принципе, вопрос актуальный, но, как правильно Илья Михайловна сказала, что определенными кустами, сразу районами фонд разыгрывает конкурсные процедуры, да? Но, однако, мы на восемнадцатый год планируем пойти следующим шагом. Это, оказывается, я тоже сформировал немножко информацию, так вот, по-другому. Мы не против того, чтобы были фондом определены им подрядчики, да? Там, согласно законных конкурсных процедур. Но, со своей стороны, администрация будет, естественно, ходатайство в естественном виде о рекомендациях, хотя бы в роли субподрядных организаций нашей управляющей компании. Нам этот закон не претит. Я думаю, и фонд, и МИН ЖКХ нас услышат. Но в этом году, поскольку уже, скажем так, время ушло, все процедуры завершены, то на восемнадцатый год мы будем предусматривать такой этап. Нет, я объясню, почему, может, инспекция задает такой вопрос. Потому что подрядчики, которые снимают крышу и убегают, и управляющая компания, которая обслуживает их дома, их найти не могут, вот здесь у нас камень при вкновении приходит. Потому что к нам люди приходят и плачут. Как у нас крыша текут, мы ничего сделать не можем, подрядчиков нет, фонда нет. Управляющая компания говорит, а нам запретили на этот объект проходить. И вот мы сейчас за нужной ситуацией, мы же за людей, получается. Но, получается, у нас сейчас такая ситуация. В Бюллетеве 4 новое открыли, крышу сняли, ушли. И мы найти эту не можем. Почему? В чем проблема? Управляющая компания говорит, а почему нас не приглашают? Я поэтому не хочу с этим вопросом немножко разговаривать. Общественная палата также может выйти с предложением в местную администрацию, если нужно, в фонд капитального ремонта рекомендовать. Я понимаю, что фонд капитального ремонта нанял красивых ребят, да, пришли и сделали. И показали классу управляющей компании, как надо работать. Тогда вопросов нет. А когда у нас случается, все равно оборудование... Константин Викторович, а эта ситуация касается не только красноармейского... Нет, нет, нет. Ну, тогда тем более, я думаю, нас должны с Польши поддержать. Да, и визуально все равно оборудование. Это все на гарантии. Эти работы, да, и наши крыши. Это все на гарантии. И эти халы не можно сделать. Ну да, то есть у них нет, у нас очень надо. Нет, мы сейчас пока ничего не говорим. Мы сейчас говорим даже про проведение капитального ремонта. Управляющая компания приходит ко мне и говорит, ну Константин Викторович, все так же нельзя. Они открывают, забирают ключи, отключим. И мы туда дальше попасть. А люди плачут. Там вот их затапливают с первого, с последнего, по первому этажу. И мы получаем все заложенники ситуации. Никак из этого выйти не можем. Естественно. У нас просто они пришли, разновались в подъезд. Мы ничего не можем сделать. Потому что мы даже не видели, когда они это сделали. Пришли уже в ССУ. Опять же, хорошо это был первый год. Понятно, но как в ССУ становилась программа. Но это уже и второй год идет. Продолжается такая ситуация. Надо с этим что-то делать. И мы на этой территории навстречу. Ну и что такое-то? Ну мы же понимаем прекрасно. Мы для людей, не против людей. А когда мы снимаем крышу, уходим с объектов. И потом найти никого не можем. Мы их ищем с милицией, с полицией. Ну так тоже не делаем. Нет. Они даже делают проекты. Нет. Но проекты не требовали. Мы не могли получить проекты. Даже в основном. Нет. Поэтому мое предложение такое. Я говорю, что я не знаю, прав ли я или не прав. Все-таки брать на суть подряд управляющие компании, которые эксплуатируют данный дом. Вы же им платите, по сути дела. С них можно и спросить. С них можно, как говорится, и заставить их. Нам проще будет. В том смысле, что они от нас никуда не едут. Затем не искать эту организацию. Она сама и открыта. Но я никого не хочу обидеть. Сейчас мы будем приходить на личности. Но и мы, получается, заложники ситуации. Все, спасибо. Вам спасибо. Я хочу ремарочку. Я всегда это говорю и буду продолжать говорить. Вот мы где-то очень активные, а где-то неактивные. Уважаемые жители, там, где не проводится, уходите на следующий счет. Да, да, подходите к микрофону и, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Я представляю дом Морозово-12. Значит, у нас, товарищи были, у нас уже год, как раз ты и селили, даже больше. Но у нас проблема за проблемой. У нас до сих пор не сданы ЭТП. Мы мерзли. Мы в том городе промерзали. Я на 12-ю живу. У нас никто нами не занимается. Подождите. Дайте договорить. Меня вчерашняя встреча совершенно не устроила. Я с нуля с этого дома. Я вот бьюсь сама. Есть само свидетеление, что я делаю. Итог никакого совершенно. То, что вы сдадите сейчас ЭТП, да, наконец-то добьемся. Мы бьемся за тепловой щурчик. Паспорт гуляет от сушников туда-сюда. Эти не платили. Эти не заплатили. В результате нам вешают долги по отоплению, которого мы практически не имеем. Что нам в этой зиму ждать? Это раз. Во-вторых, господин Белова я здесь не вижу. Почему я говорю, что нас с компанией в компанию туда-сюда перебрасывают? Он берет свое ТО, свою работу за 2-3 месяца. Он не выполнил ничего. То, что обязательно на себя взял, ничего совершил. На самом деле в таком виде у нас подъезды. В том году мы разбивались. Вы вчера меня недослушали, что у подъездов у нас лежит предка. Мы просто ходим, бьемся зимой. Это катастрофа. У нас детей много и болит много. Док пополняется. У нас еще люди заезжают. Что нам делать? Как нам теперь из этой ситуации выходить в этом случае? Скажите мне, пожалуйста. Если ничего не делается, куда он делал 300 тысяч, если 150 тысяч он дома имеет, он не выполняет ничего. Ответьте мне, пожалуйста, когда этот пак закончится. Нас пихнули, нам пилка дали. Сначала электрощитовали, без антенны 3 месяца сидели. А теперь мы не в эту сих пор мы топимся, ничего не можем. С кого спрашивают? Вызываем жилы инспекции и все. И что дальше? В результате ничего не делается совершенно. Что дальше? Объясните мне. Спасибо вам за высказывание. Но хочу заметить, я вчера не на встречу с вами приезжал, а приезжал с совершенно другими вопросами и задачами. Во-вторых, то, что вы меня там перехватили, и я с в месяц как работаю в этом статусе и на этой территории. И в том числе и с проблемными объектами СУ-155, наследие досталось довольно тяжелое. Я не собираюсь схватывать руки и от вас отворачиваться. Наоборот, целиком полностью говорю во все услышание. И об этом уже, по-моему, ну, половина города точно знает. Господа, приходите. Я всем готов принять. Не обязательно по вторникам с 3 до 6. Я на работе до 11 часов. Дверь всегда открыта. Люди этим пользуются. Что касается данного вашего дома. Действительно, главой поставлена задача по определению управляющих компаний. Но, причем, господин Белов, ну, позвольте это, на усмотренной главы, принять какие-то меры в адрес и господина Белова, и МУК ГРХ, да? То, что ненадлежащим образом ваш дом эксплуатировался, обслуживался, так что ненадлежащим компанией. Это факт. Я вот очень лично удивился. Мы приезжали, как с Ириной Михайловной, так приглашали и подрядчика, который, то делывая те грехи, пройдем за собственный счет. Не за счет сутка 55. Сутка 55 в банкротстве сейчас находится. Все об этом знаете. Нам еще очень повезло, что нам не достался долгострой. Поверьте, люди... Значит, нас и не достался, потому что вы пределите. Нет. Нет. Не за счет вас, поверьте. Вот. Неисправимой, там, какой-то катастрофической ситуации мы вчера не увидели. Это вы делаете. Чем быстрее мы этот дом отдадим в надлежащее управление, в надежные руки, тем быстрее там исправится ситуация в положительную сторону. Согласитесь. Тем меньше начнутся нарекания и с вашей стороны в адрес мероприятий управляющих компаний, коим являлась МУГ ЖКХ. Ну, МУГ ЖКХ, который полчаса сглавлял, у нас претензий нет. Так что ты делал? А этот ничего не делает слишком. Вы совершенно правы. Поэтому мы видим решение в рукоственном порядке поменять управление данного дома, снять его с МЖКХ, передать, ну, как вариант. Будет объявлен конкурс? Безусловно. Нет. Но у людей еще возникает такой вопрос. У нас, поскольку мы спорили в руководстве и попробовали что-то создать, какой-то совет дома, ничего совершенно не получилось или ничего не запонимали, у них долги. Наши все прекрасно знают, что за нашим домом очень, уже за миллион, за год долги. И почему-то это касается жильцов. С отоплением у нас получилось, мы должны… У меня просто ситуация, я не говорю, человеческая, что пенсионер, который получает 7 тысяч, до сих год у нее висит этот долг за отопление, извините, как она будет расточиться? Я поехала в Пске и отказали на 3 месяца это все раскидать. Идите, займите, что это в рынках. Мы это, мы все выплачиваем, мы стараемся. Но когда намешают через 5 месяцев по капитальному ремонту, лежало, извините, в администрации это письмо, по капитальному ремонту нам 4 тысячи через полгода. Это что такое? Почему вы должны это все терпеть и долги жить? Нет, сейчас у администрации идет активную работу, по поверению ЖКХ. Мы однозначно разберемся в кратчайшие сроки с тем безобразием, которое было допущено. Но, поверьте мне, два этих действия, то есть, и почему так было, и вопросы к руководству ЖКХ, и о сменении управляющих компаний, их нужно пораделить. Я же об этом докладываю, что мы на этом и занимаемся. Вчера, после понедельника, после совещания проведенного главы в понедельник, была поставлена такая задача. Соответственно, она не ушла, как вы видите, в долгий ящик. Я пожертвовал вчера время, предназначенное для объезда, приехал к вам на объезд. Посмотрел, убедился, совместно с Владимиром Дыхановым, с представителем компании «Инженер». Мы зашли и в ТВП, как вы говорите, к чём новому. Они оперативно идут до того состояния, в котором должен быть передан управляющей компанией. И содействие всякое в этом плане с нашей стороны управляющая компания получит. Главный вопрос. А тепловой счётчик общедомовой? Всё будет. Там должно стоять 18 мм общедомовой прибор учёта. Как тепла. Всё будет запущено и до единого рабочего состояния. Будем надеяться, что это совершенно начало. Ситуацию взяли на контроль. В конце, в следующей неделе я думаю, мы можем допуск совершить. Спасибо. Я думаю, профильная комиссия у общественной палаты тоже возьмёт на контроль, да? И спасибо вам за выступление. У кого-то ещё есть вопросы? Да, есть. Можно я такой вопрос на капитальном ремонте листов? В том году у нас проводился капитальный ремонт листов. Но сейчас у нас часто происходит то, дверь не закрывается, то что. Когда мы вызываем этих, как бы, лифтёров, механиков, они нам говорят, что осторожнее относитесь, запасных частей и деталей нет. Дело у нас, что это, лифты у нас в трансплантизации по моему доводу. Что мы можем сказать? Можем мы надеяться, что 25 лет у нас будут замены производиться деталями? Или, как туда вот, кончила работа далека? Потому что они говорят, это, запчастей нет по нашим лифтам. И ещё такой вопрос. Когда делается капитальный ремонт листов, то производится в тех помещениях очень много пыли, грязи там всего. А сейчас всё на стене. После капиталета замены лифтов должны ремонтироваться вот эти помещения или нет? Или управляющая компания должна это делать? Потом красить всё? Ну, подумайте ответить мне. Значит, Гагарина 6 в том году производилась замену пифтового оборудования и как вуза пассажирства и пассажирства. Действительно, компания, которая производила замену, приобретала данное оборудование заводе. Завод это приобретал оборудование ещё у других подрядчиков. И, соответственно, получилась сборная сорянка. Это по поводу того, что двери от одной фирмы, репётка от другой, управляющая атретик, одним вообще четвёртым. Действительно, одним заводом и готовитель из-за частей достать, они есть, но достать их довольно-таки, и, конечно, у нас подряд организация «Подъема-1», которая служила в городе. У вас очень диспетчерская, да, и в механике. Подсвеживает этот момент. Значит, но большая просьба. Любое оборудование, любое инженерное, я покажу, оборудование в доме, стены. Люди, вы живёте в этом доме. Это общее имущество дома. Вы им пользуетесь. Это как частный дом. Мало кто знает, но догадывается, что у каждого собственника в данном доме есть своя частичка этого общего имущества дома. Да, она не определена. Да, она не имеет размера. Но это общее имущество дома, и вы, я не говорю по законам, но вы сами по себе участвуете, в содержании, в эксплуатации данной частички этого дома. Если сейчас в подъезде что-то, или лист тот же самый, сломать ногами его пинать, ну, будут страдать, наверное, все, да? Почему бы за ним просто бережно и не относиться к нему так же трепетно, а как вы относитесь к своей квартире к своему холодильнику, допустим? Просто как просьба о том, что за своим имуществом так же следить, смотреть, контролировать и детишек наших же детей, которые наши дети бегают, водить все же за ручку и следить, чтобы они ножками не били по дверям. Потому что есть такие случаи, двери сносят, выносят. Трубы, поверить и нет трубы, отопление завязывает в узел. Сколько у них удара и силы берется, я не знаю. Человек, наверное, полный трепет хороший. Пожалуйста, следите, пожалуйста, за своим имуществом, участвуйте также в обслуживании дома вместе с нами. Спасибо. Можно я еще один вопрос про? Вот, у нас сделали это, такую, это, крестов от одной кнопки. И чтобы спуститься здесь с детьми с коляской, нам очень неудобно. Мы другой раз ждем, надо кому-то спуститься на первый этаж, потом перегнать лифт, потом коляску туда запихнуть. А в маленький лифт не все в коляску надо сходить. Когда делали этот, ну, нам устанавливали, мы говорили, а нельзя нам делать так же, что вот нужно мне, как, например, грузовой лифт, я бы и вошла. А то вот ждем, он грузится, а ты с коляской ждешь, не можем, вот, хорошо, если дома кто-то есть, кто-то спускается на первый этаж, потом перегонять этот лифт. Скажу больше. Технически сейчас все современные заводы лифты выпускаются, когда спалины лифты, как в вашем случае, выпускаются одной кнопкой. И какой лифт приходит по программному обеспечению, он там поделяется, да, здесь уж ничего не поделится. Нет такой системы в данный момент разделения лифтов по отдельной кнопке, чтобы каждый лифт работал самостоятельно. Он работает от одной системы, от одного блока управления, поэтому данной системы здесь никак не применяется. Ну, я думаю, с темой капремонта мы сейчас поставим пока точку. Да, наверное, мы вернемся к обсуждению этого вопроса на другом форме о том, потому что, я так понимаю, что тема актуальна, да, и наша скинь тоже готова освещать ее в дальнейшем. А сейчас предлагается обсудить обустройство дворов, тоже достаточно актуальная тема. Я скажу, что в Санкт-Петербурге реализуется программа «Шесть дворов» по поручению губернатора. Она включает шесть адресов ежегодно должны быть устроены и предполагает внедрение шести элементов. Да, у нас профильная комиссия провела рейд по восьми адресам. Почему? С них шесть это были плановые адреса и еще два адреса включили благодаря активности жителей, которые голосовали на портале Доброделку. Да, сначала давайте посмотрим презентацию, то, что увидела наша профильная комиссия, какие достоинства и, может быть, недостатки, а потом перейдем к обсуждению. В начале этой недели профильная комиссия общественной палаты по ЖКХ взяла свою в компанию комиссию по гласности и комиссию по здравоохранению. Мы прошли по этим адресам. Еще раз напоминаем, что шесть обязательных элементов. Должны быть детские и спортивные площадки, освещение, информационные стенды, парковки, озеленение, которые включаются в себя, коронирование, окоз травы и высадку нового посадочного материала, здравоохранения, на неделю. Также не был проведен достаточно вырывка сухостоя и таких опасных веток, которые вы видите на правой картинке. Она буквально слезает над проезжей дорогой, где ходят и дети, и мамы с колясками, и ездит машина. Также в адресе Северный дом 15, 16, 33, 35, 37. Возле будущих детских площадок, также не до конца проведен относ и проведено хронирование, особенно, видимо, это все-таки не больше управляющим компаниям, по сухостоям. Вопрос возле домов. Об устройствах парковочных мест, установке информационных стендов. Стендов нет нигде, ни на одной из адресов. Мне кажется, что, во-первых, нужно поставить информационные сляры, чтобы люди не шокировались, что происходит у них во дворе дома, чтобы было какое-то понимание, что за работа проходит, кто это делает, есть какие-то сроки начала окончания этих работ. Если мы посмотрим, иллюстрацию справа, это дом Пионерская, дом 10, 3 по 11, улица Пионерская. Там не планировалась парковка, но мы сами наглядно видим, что парковка там очень требуется, потому что люди вынуждены парковать свои автомобили прямо на газоне. Также там необходима замена детской площадки, то, что там стоит, это, извините, центр города после главной городской дороги, проспекта Ленина. Это просто недопустимо, площадка имеет там. дом 5 и 7, ведутся работы аж там две парковочные площадки, будут запланированы. И жители дома 5 по проспекту Испытатель выходили к нам, просили не довести до администрации, что им лучше, если там будет детская площадка или спортивные тренажеры уличные, чем небольшая парковка, где буквально несколько машин поставили. и и и и если мы посмотрим правую фотографию, небольшая парковочка, сколько машин и мест, честно говоря, нам не сказали, но явно там напрашивается детская площадка или уличные тренажеры, по примеру Кушкина, которые там стоят, и очень даже востребованы. Жители улицы Свердова, дом 18, это правый слайд, просят переделать отмозг, которая была в прошлом году сделана, сделана асфортирование, дорожки, все хорошо, поездов, вода затекает в подвал жилого дома, потому что там угол неправильно сделан. Так, вытворить дома Северный 15, требуется, там стоит старая баскетбольная площадка спортивная, и в принципе она достаточно функциональна, но требуется замена сетки Рабица, и также нужна новая детская площадка, потому что те элементы, которые там есть, они сейчас уже, скажем так, говорит. Во дворе дома 35-й город Северный, это как раз левый слайд, если посмотрите, видите, по дороге проезжей, идут мамы с колясками, рядом расположена будущая лестница, которая ведет от будущей детской площадки, прямо на проезжую часть. есть просьба по избежанию несчастных случаев, подумать с администрацией, как сделать развив пешеходного перехода, установки искусственных неровностей, и социальных дорожных знаков. с администрацией, которые не смотрят в городе Продолжение следует... 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 и главой города, и нами поддержана замами, даже не гурирующим данным управлением, что уже сейчас пора прогровать 2018 год. Поэтому, либо, я не знаю, когда будет следующая управа, площадка интересная, какилось бы, конечно, побольше участников. И хочу акцентировать, кстати, что мы сейчас активно работаем с Кутацким корпусом, я думаю, что, в первую очередь, они будут проинформированы о наших планах на 2017 год по данной тематике. Соответственно, они, как ваши избранные представители, а вы, как избиратели, будете, в первую очередь, от них черпать информацию про инвестор, которую вы будете получать от нас через личный прием, через средства массовой информации, через площадки электронного информирования. За замечание спасибо. Это действительно актуальная проблема. Я думаю, что это будет банковка. Там что-нибудь собирают соседи? Вот по поводу измещения там парковочного пространства, я не готов ответить? По моему взгляду, там не планируется. Ну, я уточную этот вопрос. А это планируем не надо. Там 4-я дума, выставить свои машины. Ну, пока это физически невозможно, поскольку там присутствуют высокие бордеры. А, Б, вот те спивы деревьев, которые произошли, в основном, это подрядная организация, она обслуживает город, осуществляет, только что здесь было отмечено удаление, как сухостоя, так и деревьев, представляющих собой опасности и угрозу для населения и имущества. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы как-то оперативнее подрядчики выстраивали свое взаимодействие в плане как спила самих деревьев, там, кронирование его, так и вывоза распиленных и в ветах. Потому что, ну, у нас, по-моему, дня 4 или 5 пролежало там, согласились. То есть, мы на это тоже обращаем внимание. По поводу размещения парковки на данном месте, я вот, ошли, в среду, я думаю, уже на обходе начали. А вот еще у нас около дома дерево осталось, с стороны Севкода, как раз, около нашего панкета. Там как раз на крыше, вот это сухостоин, так и слип. Впрочем, я не придумала, но вы так и не спилили. Это раз. И во-вторых, вот что меня еще интересует, извините, окон подъездов. Вы, наверное, видели, какие у нас ямы. Сейчас начнутся дожди, и что с этим делать? Ну, вы знаете, мы и так для вашего дома, кстати. Спасибо. Вот, Томасов, спасибо огромное за участие. Вот, и вы, и мы тоже видим, как ваш дом преображается. Я не могу обещать однозначно вам, что данные ямы, я видел, они там перед каждым подъездом, особенно перед первым. Там провал такой серьезное асфальтовое покрытие. Ну, давайте так, если в этом году не получится, то на следующий год это обязательно будет исправлено. Мы просто проточим, видите, что порядка... Дело в том, что асфальтирование в этом году, по-моему, уже отыграно. Я не смогу принести туда дополнение или изменение, поскольку адресный перечень утверждался не, ну, скажем так, кто меня. А так, за замечание спасибо, постараемся его... И еще, Маша, мусорка, там вот говорите, да, вот сейчас начнутся дожди, там свинорой самый настоящий. Когда едут машины, сводят мусор, не знаю, там, на мешковку, с магазинов совсем. И там такая грязь, просто несусветная, стелят досточки, чтобы пройти к мусору, а кто их не доходит, там мусор образуется, и все, и так же, и там пройти к ним не сложно. Пасхов, Пейнерская, 5А. Итак, я продолжу ваше замечание. Прозвать в глаза несинфонность, когда сначала окаживают или хранируют, а потом проходят недели, декады, все это лежит, гниет, не вывозится. Это процесс, вот этот отработы одного подрядчика или нескольких подрядчиков. Такая вот несинфонность. Вот я на Пионерской проснулся, скосили, высоченные уголовки были, и 14 дней они благополучно пролежали. Прекрасная питательная среда для родителей, которые там поселяются до зимовки. Я надеюсь, что вот эта вот синхронизация, она будет ненавадкой, и такой вот лаг, такой разрыв не будет постоянной практикой. Спасибо. Спасибо вам, конечно, за выводы соответствующие сделать, и на следующий год постараемся, чтобы такого больше не происходить. Зоя Константиновна, готова к вас услышать. Хорошо слышать. Да, 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 слышать. Испытатель 29 ваш двор, да? 29. А, да, разлова, молодая. У меня вопросов, собственно, по мне очень. У меня только одни группы. Наранее вам спасибо. Короче, в общем, вдоль дома у нас дорога очень плохая. У нас уже было два случая. Одна нога подвихнула, у второй был перелом. Понимаете? И вот эта наша дорожка, которая в двор дом, она поворачивает, у первого подъезда поворачивает к мусорным контейнерам. По правой. Там вообще ужасно. Вообще. Просто я не знаю. Ну, короче. Значит, такая у меня просьба. Когда мы идем к контейнерам, мы упираемся в проезжую часть, которая идет с города мимо МЧС. Поворот туда, на подсобный. И перейти эту дорогу становится очень сложно. Вот 30 лет назад влюблую машину проходила одна-две полчаса вверх. Сейчас я засекала каждые две минуты оттуда-отсюда, оттуда-отсюда. Очень стала интенсивно дорога работать. И нам сложно перейти эту дорогу. Особенно старикам. Детям. А дети вообще, они же бегут, им скорее надо перебежать дорогу. Мужно бросить и бегу по параметру. Вот мои окна выходят на эту проезжую часть. Другой раз сердце колбаса. Ну, сейчас он побежит машина, мне же заодно видно машину. Просто ужас. Зимой, когда идет грейлер, значит, убираем снег с этой дороги, получается такой, как бы, наворотный снег. А там грейлер идет, снег по дороге. Мы преодолеваем эту горку и с этой горки бегом. Понимаете? Опять можно под машину перебить запас. Тем более, там по воротам стоят машины по обочинам. И водителю меня не видно, и мне машину не видно. Понимаете? Это беды просто одна секунда. Вот какая у меня какая к вам просьба. Куда бы мы ни обращались. Все отвечают. Ну, я прекрасно понимаю, что ЖКХ мне это не может быть. Просьба у нас такая. Положить полицейского. И хорошего полицейского. Не оба как горку. Понимаете? Нормально. Полицейский. Машина. Да, да. Не спеет его. Не спеет. Я не... Я все правильно говорила. Вот, значит. Ну, как хорошие машины, вот они будут немножко притоматывать. И оттуда, и оттуда. Понимаете, что можно было как-то сориентироваться. Идти мне или пропустить. Дело в том, что переход там не положен. Мне инспектор сказал, что не положен. А полицейского можно. Понимаете? Вот у нас, может быть, вы нам как-то поспособствовали. Можно я отвечу? Ну, вы меня поняли, да? Да, поняли, записывали. Вы сказали ваш вопрос. То есть, хотя вы... Второй у меня, второй вопрос. Ну, что ж у нас в городе МОСЭНЕРГО нету, газового отдела нету. Еще чего у нас нету? Да ничего, налоговой нету. В общем, ничего в налоговой нету. Осталось у нас только в городе одно ЖКХ, куда мы можем обратиться днем и ночью. Я получаю квитокчик, да, из ЖКХ. Смотрю, ага, у меня какие-то проблемы. Я руки в ноги в ЖКХ. Сходила и выяснила, пришла спокойно, взяла чай. Спасибо. А вот у меня был случай с электроэнергией. Я полгода разбиралась. Потому что квиток такой, темный лес, это и китайца. Понимаете? Я списываю, все правильно плачу, никаких у меня долгов в жизни не было. Я по жизни не занималась, слава тебе, Господи, никого. Понимаете? А вдруг пришли, долги. Ну, разобрали, слава тебе. Слава Богу, этот мер, конечно, стоило. Так что вот, осталось у нас только ЖКХ, куда мы можем прийти. Ты сразу смотришь, придешь, ой, меня что-то тут не так, что-то напрасно. Пожалуйста, помогите нам. Глава, просто записали. Значит, Зоя Александровна, я попробую вам на примере вашего вопроса. Заострить две проблемы, которые мы на ассоциации рассматриваем. Дело в том, что вот эта программа благоустройства, комплексного благоустройства творовых территорий, она на основе закона благоустройства разработана. Правительство Московской области и город, наш участок, в Киеве. Там существуют нормативы, так называемые. Значит, на количество жителей должно быть определенное количество детской площадки, то есть площадь детской площадки или площадь парковочного места, или количество, значит, баков, то есть площадь площадки для сбора мусора. Все нормировано. Вот. У нас в ассоциации, мы сейчас начали мониторинг и проводим, как раз вот, в частности, по ТПО, мы хотим посчитать нормативы, как они у нас выполняются. И пришли мы к такому заключению, что у нас площадки для сбора ТПО, они укрупненные, зачастую бывают. И нельзя сказать, для какого двора, для какого дворовой территории вот эти площадки стоят. Администрация, она обращает, ну, как сказать, констатирует всегда, что в шаговой доступности имеется площадка, вот. А вот норматив здесь немножко не уточняется. И один из, одна из, один из вариантов, ну, вернее, вследствие чего, как раз вот именно, они стоят на отшибе, казалось бы, да, и они очень большие, то есть часто забаленные бывают. Вот. А в крупных городах, вот сейчас я знаю столичных уже, что идет тенденция, что как раз вот именно двор должен иметь свои собственные площадки для сбора мусора ТПО, там, на 2-3 бака. Вот. Единственное, что представитель управляющей компании, когда он зачастую вывозит из-за удобного места этот бак, там, да, вот так и подвозит к машине, где она его уже потом загружает. И это порой бывает, там, где-то метров 50-й, рукотик, там, по дороге. Сложно подобраться. Да, а вот у вас проблема другая. Вот, если перенести, например, 2 бака, например, внутрь дворовой территории, это бы решило ваше последствие. Но тогда, видите, это надо будет уже такой вопрос сделать вообще городского уровня. Потому что, например, вот из-за музыкальной школы у нас тоже участка Самойской 6 выступала. Значит, там не поймешь, какой дворовой, какой этот двор. Там просто площадка стоит где-нибудь, лишь бы не во дворе. Пусть она будет гигантская, на 8 баков, заваленная, там, главное, чтобы не видеть, не нюхать и не слышать. И все, значит, несут туда свой мусор. Он фактически в открытом виде лежит. Это антисанитария, значит, в первую очередь. У нас дома стоят очень углотненно. Да, и второй вопрос. Я вот как раз хотел тоже воспользоваться вашим выступлением. Ваш дом, господин 25, он входит в состав дворовой территории, которая состоит из 5 домов. Дачная 1, 3, 5, 7. Это тоже ваш единый двор. И мы недавно как раз проходили в администрации как раз в рамках программы подготовки 18-х годов. И договорились так, что вы свои предложения, как все должно быть обустроено через вашего депутата. И вообще вот такой общий порядок выработан, что жители через депутата дают предложение облагоустроить. Именно в этой программе. Поэтому активизируйтесь тогда у себя во дворе. Вместе, совместно с первым домом, потому что у вас подъезды внутрь какого-то. Да, смотрят. Вот, 3-е и 5-е дома уже активизировались. Они уже подготовили большой список. Но поскольку двород единый, и вы тоже, чтобы не опоздать, я вам призываю вас к кооперативной стороне. Хорошо. Еще можно? Еще минуточку одну, пожалуйста. Я не забыла. У нас во дворе, значит, одно дерево сухое, мы же тогда с вами ходили, уже это дерево стало на нас смотреть. Нет, нет, оно зафиксировано, оно стоит. Стоит, стоящая площадка, вот так опасно. И сейчас уже подоспело второе дерево. Второе дерево стоит тут у олейки, оно уже нагнулось, но оно висит на соседних деревьях, повисло, лежит. Сколько пролежит? Ну, это информацию надо в отдел городского хозяйства направить. Мы отразили как по закону, да? Мы ходили, показывали, но, в общем, говорят, нет. Сказали, что на 18-е годы. Вот можно еще 3-го августа на ходе вашего выступления. Я хочу призывать вас активизировать работу по созданию советов. Вот 3-й, 5-й дом как раз, они это сейчас уже делают, уже собрание, вчера я как раз участвовал. Всю информацию, всю методологию, как это делать, обратитесь, я вам дам все комплекты документов и помогу провести. Просто это надо как раз активизировать в первую очередь. Нам понадобятся подписываться уже акты, значит, потом по началу работы благоустройства, по завершению. Так, а куда бродиться? Вот ко мне, давай. Останьтесь чуть-чуть после... Я думаю, да, надо с Алексеем Николаевичем еще... После его правдома останьтесь чуть-чуть, я вам... А с мусором у нас единственный выход, это нам положить, вот, чтобы... Ваше предложение мы записали и передадим вам, я так думаю, в отдел городского хозяйства, тогда всем отребую. Спасибо. Да, я не понимаю, вопрос. Господа, это у меня будет хорошо слышать такие беды микрофона. Значит, по поводу благоустройства дворок в территории Северной Федерации мы стоим в плане Альбурга. Что мы получили по факту? Тогда наш двор был озвучен в списке, после чего мы сделали предложение здесь, что на мероприятиях, к тогда еще Александру Ивановичу Овчиньку, все-таки провести рейд представителей отдела городского хозяйства благоустройства с целью выявления потребностей жителей каждого конкретного пара. Благо, их не так много у нас, шесть баллов. Что и было, в общем-то, сделано. Составлен был акт по этому факту. Встреча состоялась в том, что там акт, в который я лично ездила подписывала. Что мы получили далее? На данный момент, Северной 15, ну так, если кого-то сориентировать, там еще до недавнего времени был магазин для фиротовары, дом стоит углом, микроансиверный, рядом частный сектор. И дорожка в сторону медсанчасти идет вниз, под горочку. Сбор очень зеленый. Значит, жителями уже потом были собраны подписи и передавали благоустройство. Но почему-то потом, на этом плане, в котором жители собирали подписи, оказалась на месте спортивной площадки надпись «Парковка». Собственно, каким образом оказалась большая вопросная маленькая кампания? Жители, которые узнали об этом, они, конечно, возмущены за пределы. Ну, потому что площадка спортивная, до которой шла речь, это не... Нет, здесь просто не видно, да. Значит, дело в том, что поскольку дом, это спрос со своими предприятиями к ним, то и спортивная площадка также с помощью предприятия сегодня жителей там была устроена. Конечно же, ну, скажем так, морально она устроена. Но, тем не менее, стойки живые, требуется просто перетянуть сетку, о чем, собственно, мы и говорили. И помочь в ремонте именно непосредственных колец. Желающие есть. Спортивной площадки рядом нет. Для того, чтобы молодежь, в общем-то, и дети там играли. Всегда, во все годы эта площадка была востребована. Сейчас там каким-то образом, уже я не первый раз слышу, что у нас будет экология, а у нас там планируют сделать парковку. Дефицит, как-то того, парковочных мест, и жители это подтверждят большей частью, не имеют там сейчас дефицита парковочных мест. Парковочные места возле нашего дома занимаются жителями многоэтажной спортивной номинации, построенной по соседству, которая не запарковалась. То есть это те машины, которые нам приезжают. И жители, но мы не хотят, чтобы на месте спортивной площадки выросла парковка для жителей соседних многоэтаж. Людмила Дмитриевна, а Вы с этим вопросом в отдел городского хозяйства обращались? В отдел городского хозяйства нас успокоили тем, что денег мы нашли, в любом случае, нет. Поэтому мы уже успокоили. Депутат наш волшебным образом Александр Сергеевич Каков также радует за парковку в этом месте, убеждая нас, что спортивная площадка хвалируется в гидрешном гимназии номер 6, где ее не будет, об этом уже сказано неоднократно, не будет там спортивной площадки в гидре гимназии номер 6 в ближайшее время. Какой алгоритм действия у жителей, которые хотят сохранить спортивную площадку? Что они должны предпринять? Собрать подпись? Нам остается очередной раз собирать подпись, где наши наранили, что там опять не окажется над беспокоим. Какая у Вас сориция? Северный 15, да. Ну давайте так, Вы уже у меня были ненаграды, во вторник подходите. Я думаю, что в обходе как раз Вы думали, что решили, я вам все это буду. Прекрасно. Вот тогда я постараюсь к авторику, уже если он порвался, вы сам радио, и в том числе в отдел городского хозяйства, и с которым мы поговорим, потому что мы с ним часто встречаемся. Надеюсь, что там уже узнаем. Да, и Вы знаете, очень большая просьба к администрации. Я понимаю, что проходят отходы главы с депутатами, проходят отъезды по факту нового устройства, а в каком-то так далее, целевые, да, выезды. Убедительная просьба. Я понимаю, что да, время оно растянуто. Но тем не менее, в течение одного-полтора часов жители домов, заинтересованные в том, что возникают свои проблемы, они готовы подождать и дождаться. Вот я тут присоединюсь. Да. Я уже озвучила, люди готовы подождать для того, чтобы обсудить на месте те проблемы, которые имеются. И потом лишний раз Вас не отвлекать и вообще будут приходить на приемы, и все имеют такую возможность. И еще один маленький момент по поводу именно конкретного двора Северной Электранс. Отдел городского колеса, азербургное устройство, Тарголина, они хотели действительно поставить новую детскую площадку, но, к сожалению, территория не позволяет. Но, ну там нормативы свои, и в общем-то, поскольку это сейчас иногда цементируется, основание территории, мы не заинтересованы. Двор Северной. Просили дополнить существующую детскую площадку дополнительными элементами, сформироваваемых под новые детских площадок. И таким образом мы зеленую вот эту зону действительно сделаем более наполненной для того, чтобы вдоль, как я уже говорила, идет дорожка в сторону медицинской И мы знаем, что дети с родителями часто останавливаются, гуляют. В общем, место очень зеленое. Надо его использовать именно как зеленый двор. Вот такая убедительная просьба. Тем более, вот и пологие у нас есть. Да, если вы хотите, я вам скажу, что это еще? Да, и вы знаете, кстати, это маленький нюанс, и это не только наше дворо касается. Я уже это озвучила на соцсетании общественной палаты. И, в принципе, Максим Владимирович подтверждал, что это возможно. Устройство парковок, да, у нас много сетей в городе. Но мы же можем не только асфальтировать место под парковки. Мы же можем делать, называемые зеленые парковки с сеткой. Поэтому это даст и дополнительные парковочные места, и позволит в нем как-то территорию поставить. Вот предлагаю смотреть там, где сети, устройства именно таких парковок на парковке. Я не помню, раскладывался вариантов устройства таких парковок для медсанчасти. У медсанчасти в том числе, да. Вы просто тогда решили один раз в городах. У меня все. Ну что, тему благоустройства, у меня есть еще вопросы? Да, задавайте. У меня такой вопрос. Управляющие компании, они курируют, так скажем, 5 метров от донок. Но есть те участки города, за которые управляющие компании не отвечают. А они довольно-таки замусорены, и они не убираются. И вот хотелось бы узнать, существует ли какой-то график в уборке ответственное лицо. То есть, кто вообще отвечает за уборку таким территориям? Мы очень хорошие субтитры. Да, я даже не могу. В первый раз, я не могу. Моя компетенция по этому поводу. Думаю сказать, что данную территорию, ее подрядчик, точнее, определяют через конкурс. Но у данных территорий конкурс будет объявлен, у нас, точнее, будет пройден. Он уже размещен на торговой площадке, по-моему, 29 октября. Соответственно, данное пространство, оно убирается только через проведение аукциона. Пользуют, так и уложивают подряд на организации победителей и поступают в уборке. Однако, вы знаете, я особую благодарность нашим управляющим компаниям, что к дню празднования дня города, юбилея, мы прибегли к ним, к их помощи. И они оказали нам очень серьезную поддержку по уборке, даже той территории, которая к ним не относится. Вот. Ну и все. Да, дамы Анатольевна, постарайтесь городу, когда уже приедет. Я буду осуществить общие вопросы. Что вы строите благоустройство детских площадок? Во-первых, когда у нас строили детскую площадку, мы тоже пошли в комплексную благоустройку. Нас никто не спросил. Вот Алексей Николаевич говорит, что есть нормативы на парковку, на размеры детской площадки. У нас все дома, вы как знаете, сделаны так, что не вообще дома можно построить, там детскую площадку установить. Но есть места большие, которые можно сделать не вот именно на один город, а на микрорайон. У нас вот есть детская молочная кухня. У нас ни Гагарина 6, ни Гагарина 4, тем более вот дома вот иди, там пионерские, спортивные. Там есть возможности поставить ни парковку, ни установить. Правильно говорят про зеленую, вот не асфальтную каркасу, мы не раз обращались в администрацию города, предлагали, чтобы у нас сделали одну хорошую, нормальную, где-то можно было и спортом позаниматься, и погулять, и посидеть старым людям. Это около молочной кухни. Все упирается в том, что народ, многие не согласны, что дети шумят, а две дети не шумели. Просто-напросто у нас никогда не работает ни участковая, ни полиция, и не заглядывает все места. Мария Борисовна, я правильно понимаю, Вы предлагаете построить детскую площадку рядом с молочной кухней? Да, мы не только там, есть на дачной вот один... То есть использовать свободные территории? Да, свободные, тем более вот наше вот это вот, наше участок округ 3, если пройтись и посмотреть, там все дороже. Там не казались, что пала нога человека. Вот есть активные люди, которые вырубают, и вот сейчас там на Гагарину съемки, и будут делать это, как запаловку. А вот лесенка там, деревья, спилить, я обратилась в городское хозяйство. Спилите нам, вот такой вот просим, спилите над лесенкой вот это. Я хочу только запомнить, я бы не стала сейчас здесь поднимать этот вопрос, потому что я разговаривала с нашим депутатом по третьему округу по поводу вот нашей территории. И, ну, коль вопрос встал, хотелось бы сказать, у нас действительно существует очень замечательная территория между Гагарина нечетными домами и строителями нечетными домами, где можно сделать шикарную детскую площадку для маленьких детей, где можно сделать шикарную спортивную площадку, где можно сделать шикарную зону отдыха для пожилых людей. У нас как бы зона довольно-таки, так скажем, длинная и... Еще раз, дома добирались. А, это нечетная Гагарина и нечетные строители. Вот между вот этими домами у нас существует просто замечательная территория, которую нужно привезти к проекту, и она будет использоваться. Такой, это больно и больно менять. Да, да, есть там такое. Причем, знаете, как сказать, дети не то, что, как бы, да не мешают дети. Там просто единственное, что нужно сетку сделать, чтобы... У меня окна как раз уходят на эту площадку. Не однократно в окно мечи прилетали. Вот, поэтому просто там все ограждения. Да. Вот. Это если что касаемо вот спортивной площадки, но территория действительно очень замечательная, чтобы приемли... Мы это приглашать не обязательно. Да, там на этой территории могут даже парковаться машины. Там даже шикарные, а эта машина вставить нет. Что хотелось бы сказать. Вот все те свободные места, которые вы видите, да, после своих домов или между домами, вы не забывайте еще про такое, как инженерные сети. Да. Там, в этом, там... Ну, давайте, если вы их не идите глазами, это не говорит о том, что их там нет. Вы знаете, у нас в данном случае было, что, да, сети нет, ничего нет. Однако, слава богу, без жертв вы наткнулись на высоковольтный кабель подземный. Поэтому я же вам говорю, что мы сейчас работаем по программе благоустройства уже в 2018 год активно с учетом того, что делаем геоподоснову, топосьемку, потому что та картография, которая сейчас у нас здесь прижима, она, наверное, устарел моментуально. А чтобы сделать новую, ведь лихие 90-е тоже так вот серьезно оставили отпечаток, то на новую допосъемку требуются дополнительные бюджетные средства, которые не были предусмотрены. Это тоже немаловажная правда. Вот. То есть мы работаем в этом направлении, поверьте. И обязательно будем ваши пожелания и мнения слушать и слышать. Спасибо. Вы знаете, у меня есть такое предложение, потому что времени уже достаточно много прошло. И если есть у кого предложение, пожалуйста, в письме в виде оставьте нам сегодня. Да. И мне нужно просто перескать. Что вы можете сказать про Чкалово? Я уже не могу говорить, что меня отвлекает. Просто для осуществления с предпочтаткой у нас находится рядом с дорогой. У нас был такой случай, что... Чкалово 13, да, у вас есть? А против 10-го дома Чкалово есть? Да, и там машины. Я помню, что мне не было в этой детской площадке, потому что там такой побород. Мальчик выскочил у нас там рядом дорогу, выскочил, бил мальчик. Очень неудобное место, хотя там есть, может быть, там, конечно, что-нибудь проходит. Но вот ее как-то было, да. А родители что-то сделать, да. Потому что все родители с детьми идут и с детской площадки. Спасибо, да. Вначале я записали. Ну, сейчас я предлагаю пить к разделу. Другие проблемы. Работу в продающей компании. У кого-то есть? Да. Вопрос. Да, пожалуйста. Я тут просматривала новости городских, чтобы в ОЦБ. Развучало мысль, что мы как-то опять в ЕРВЦ, что ли, в Тринк? Или нет. А сколько я знаю, МОК ЕРВЦ у нас успешно работает. А вот я так понимаю, вы говорите о проблеме Москобл-Еи-Рейсов, в neighboring. Ну, у меня пока таких новостей нет. Но, может быть, управляющие компании больше знают по этому вопросу. Как бы нас туда управляют или нет? Вы хотите? Нет. Потому что вы не хотите. Нет, вот мы как бы доверили управляющим главанию. Они принимают развиваться. Ну, с нами руководящих. Вопросы не возникают, я так понимаю, особенно острые стоят. Потому что, как бы вот, ну я наслышала, и там, и вся. Вопросы возникают острые. Где-то там, эти, как бы, питанцы приходят с разными по месяцам, как бы. Но у нас есть вот печальный опыт соседей, в Бушковский район, которые пришли на эту систему. Как бы не получилось, просто, как бы, хоть прозвучало, так и не хотелось бы узнать из достоверных источников, мы будем туда в область или нет. Не хотелось бы, вот, но это я, в свое прошлое, на меня. Питер Николаевич, у вас есть какая-то информация по этому поводу? Да, мы будем спокойны, чтобы без нас это не обойти. А какая позиция у управляющих компаний, вот, в связи с заданным вопросом? Да, пожалуйста, дайте, пожалуйста, чтобы мы не переживали. По позиции управляющих компаний, нас на сегодняшний момент устраивает в нашем, в ИРВЦ. Соответственно, идти в организацию, которая зарекомендовала себе на сегодняшний момент Московскую область, крайне негативно. Есть ряд прецедентов, когда управляющих компаний выходят из данной организации. То есть, это идут затвоения платежек многочасовые, километровые очереди. И, соответственно, люди не получают разъяснений по той или иной квитации. Соответственно, наша позиция – туда не заходить. Поэтому, если будет поддержка жителей, мы будем очень благодарны. Я еще могу сказать, можно? Вот я, Ирина Михайловна, я думаю, я, как вы, что не пута, что вы задана, мы часто заседали, мы говорили, как человек, над этим вас спрашивает. Мы пробивали на то, чтобы, значит, нам не выходить. Ну, общественная палата тоже поддерживала. Мы были против, поэтому жители и жители против были. Поэтому не стоит у нас, не стоит. Но мы в резолюции тоже для спишем, чтобы сохранить. Почему я могу, знаете, сказать, вот когда мы перешли, город наш перешел в фотоэнергоспыт, да, у меня тоже была проблема, у меня тоже пришлось обратиться. И как там, да, консультант сказал, ох, этот Красный Атмейск, с вами столько проблем. Вот так получится, куда бы нас ни перевели, Красный Атмейск, с вами был город. Поэтому лучше пусть все, кто какие-нибудь у нас организации, мелкие, большие, средние, пусть остаются в городе. Спасибо большое. Да, мы это обязательно по полу пишем, и за нас это тоже запишем. Лариса Лихтарова. Юрий. Ничего. У меня, значит, вопрос по уборке подъездов. Мы, конечно, благодарны управлению компании «Восток», которая пошла на встречу и положила плитку в нашем подъезде. Но вопрос все-таки в том, что сколько бы мы ни обращались, уборка подъезда производится только после наших обращений, когда мы приносим жалобы, претензии и так подобное. Хотелось бы уже как-то сдвинуться с места, чтобы вы что-нибудь придумали с вашими работниками. Я понимаю, мы уже разговаривали, что вы их там и штрафуете, или еще что-то, не знаю, как наказываете. Но вот не убирают они, понимаете, только после наших жалоб. Потому что придуматели, конечно, не будут, чтобы они все-таки собежали с граммом подборке. Можно вот с вами управляющей компанией спать, вот такой вот, может, вот, советский. А, строители семьи. Можно вот такой советский, потому что многие жалкие, да, и семейная часть, и другую городу, и часть города, кто плохо убирает из дома. Вот пришла, хочется убираться, ага, убралась, пусть любой партий позвонит. Тереночку заведите, что сегодня она убралась, что распишется кто-то, да. И вот сразу везет, убралась, убралась. А это на опыте, это на опыте на Турской области, я знаю прекрасно. Вот еще один. Вы знаете, я вашим советом воспользовалась очень давно, и мы это делаем практикуем, но хочу сказать. У нас нет. Вы в каком-то квартире-то расписалась-то? В 50-е? А я тебя не видела. Поэтому, вы знаете, в этом отношении, в принципе, журнал все равно у меня есть и ведется, и когда приходят и есть вопросы, мы показываем подпись жителям с номером квартиры. И если соседке очень интересно, она идет и туда, там, как бы спрашивает, подтверждает. Но конкретно Красноходской 9 я проконтролирую. А по упорке можно еще сказать? Ну, я не могу сказать, что у нас грязный подпись. У нас, соответственно, чисто, у нас жители очень аккуратные. Но хотя бы раз в год мы их панели, и там вот, ну, если про это посмотреть, кресло все светлое, все равно. Мы как-то даже дочери бросили, мы два дня тралили подъезд сами. То есть мы мыли вот эти вот все решетки, креслостные, стены мыли. А мы можем вообще не входит, быть ее подпись? Нет, это пусть не. Хотя бы хоть раз в год, пусть не входит. А сосед, например, у нас тоже, говорит, в песенку, да, подкатернички. А у нас только сейчас разберусь, я знаю, кто, нет, что вы не пойти в старинке, да, а пусть управляющие компании два раза в год объявляют в дни тега-субботник. Уважайте свой подъезд, и вы, как жители, вы ходите совместно, есть же у вас старших по домам, они все же цепляют на управляющих компаниях. Да и вам будет полезно. Ну, все полезно, я его и была. И администрация вас в этом вопросе поддержит, и управляющая компания. А в чем у них? Это же хороший, хоро... Так, господа, ну, давайте совместно будем как-то стучаться к людям, да, какую-то, какую-то гравитарскую активность у них на, собственно, время или разливать. Ну, давайте, знаете, у бабулек есть дети, в конце концов, это нормально, внуки... Знаете, как, извините, у нас, конечно, время нашего форума уже подошло к концу, да, и вот я, между вами, Арбария, на руку тянет, я очень вам прошу, ну, вам передайте лично свои вопросы, не надо сейчас разручивать, потому что... Я хочу сказать о работе управляющей компании. Вот наши три дома на Гагарина 6-2-4 оправдованы по пожарной сигнализации. Да, это вот. И, да, нет проблем. И у нас все, которые... От того, что наши дома никто не берет, управляющие компании, в четвертом доме, там, в таких лет подменялось пять управляющих. Родила... Дома, Борисовна, еще раз, я вас прошу, да, видать все эти вопросы. Родила это нам, но дело в том, что у нас теперь... Да, если вы хотите, все, кто принимал участие... От того, что еще на него, когда надо... Да. Да, нам нужно обратиться, решили вопросы. Нас хотят... Всем спасибо. Написали, пусть... Спасибо.